Привет! Кремль старается как можно скорее перевернуть страницу и принизить политическое значение Пригожинского мятежа. Однако многое указывает на то, что выступление Пригожина активизировало глубинные конфликты и нестабильность внутри системы сохраняется. Сегодня давайте пробежимся по новостям, посмотрим, что происходит с генералом Суровикиным, посмотрим, что происходит с Евгением Пригожиным, посмотрим на последние действия Владимира Путина, попытаемся понять, что делает Кремль и что на самом деле происходит в стране. В центре внимания остается сюжет с генералом Сергеем Суровикиным. Сейчас без 15.09 утра 30 июня и по настоящий момент Суровикин не появился ни на видео, ни на фото, нигде публично не выступал, нет никаких заявлений о том, что он вернулся к работе. Это подтверждает информацию о том, что Суровикин как минимум изолирован. Напомню, вчера было много слухов о его аресте и задержании, у меня было целое видео про это, но все-таки по имеющейся информации на настоящий момент официального решения об аресте Суровикина не принято. Тем не менее, в иностранных СМИ вчера появилось много дополнительных подтверждений, в основном со ссылкой на источники о том, что Суровикин действительно изолирован, с ним проводятся какие-то мероприятия, его допрашивают то ли ФСБ, то ли следователи военной прокуратуры. Я здесь могу поделиться информацией собственных источников, и они говорят вот что. Действительно, Суровикин изолирован, он не арестован и не задержан, он находится не в изоляторе, не в тюрьме, в каком-то казарменном помещении, скорее всего на военном объекте, но его свобода действительно ограничена. К Суровикину есть серьезные претензии, но арестовать его, по крайней мере, пока не решаются, из-за высокого авторитета генерала в войсках. После мятежа Пригожина в армии есть брожение, Шойгу и Герасимов плохо контролируют ситуацию, поэтому арест популярного генерала может только усугубить ситуацию. Непосредственные подчиненные Суровикина, командиры, которые лояльны своему командующему, задают вопросы о том, что происходит с генералом. Вчера, чтобы немного успокоить ситуацию, даже появился вброс, что, дескать, Суровикин пришел на совещание в Ростове, но никаких фотографий или видео опубликовано не было, и по моей информации это неправда, ни на каком совещании в Ростове Суровикин вчера не появлялся. Как говорят мои источники, в возвращении генерала Суровикина крайне не заинтересован министр обороны Сергей Шойгу. Дело в том, что, как говорит мой источник, оправдываясь перед Путиным по поводу мятежа, Шойгу обвинил Суровикина в измене. При этом в реальности, скорее всего, Суровикин ни в каком мятеже не участвовал. В предыдущем ролике я объяснял, почему версия об его участии не слишком убедительна. Есть неподтвержденная пока информация о том, что команда пиарщиков, связанная с Сергеем Шойгу, уже получила задание по информационной кампании против генерала Суровикина. Если верить моему источнику, то в ближайшее время могут появиться дискредитирующие вбросы о всяких темных делишках Пригожина и Суровикина. Ну, например, о том, что они якобы возили наркотики военными бортами. Вполне вероятно, что через какое-то время, когда ситуация станет более спокойной, Суровикина все-таки вернут к работе. Путин не любит больших скандалов и не хотел бы слухов о том, что в элитах настолько серьезный раскол, что один из самых популярных в армии генералов поддерживал мятежников. Происходящее играет на руку ВСУ. На этом фоне ухудшается положение российской армии на фронте. По информации из Ростова, Валерий Герасимов до сих пор не вернулся к непосредственному руководству спецопераций, и фактически российскими войсками сейчас командует его заместитель Алексей Ким. Контрнаступление ВСУ началось не очень удачно для Украины, но сейчас ситуация для украинцев улучшается. Они наступают, российские войска отступают, и кое-где появляется угроза окружения. Оперативное командование разобщено, и, конечно, нестабильная ситуация в российской армии помогает украинцам продвигаться вперед. Кремль тем временем активно пытается сменить информационную повестку, перевернуть страницу и оставить мятеж в прошлом. Владимир Путин занялся подчеркнуто мирными, отвлеченными мероприятиями. Например, поехал в Дагестан проводить совещание по развитию туризма. И тут важна не только тема мероприятия, далекая от всяких мятежей и военных выступлений, но и то, что Путин впервые за долгое время встретился с толпой людей. Это сильно удивило тех, кто внимательно наблюдает за Путиным. Мы ведь хорошо знаем, что для встречи с ним, чиновникам, журналистам, силовикам приходится высиживать двухнедельный карантин. А тут в Дагестане Путин пошел в толпу и делал селфи с подростками. Кто-нибудь обязательно вспомнит про двойников, но оставим это конспирологов. Лучше подумаем о том, зачем это нужно Путину, зачем это нужно Кремлю, что он делает. Помните, после мятежа он выступал на Соборной площади перед силовиками? Там основной месседж был в том, что силовики, армия, Росгвардия, ФСО, ФСБ поддерживают Путина. Вот они рядом, они его защищают, они защищают власть, все стабильно, все надежно. Следующий шаг показать, что Путина поддерживает народ. Поэтому быстро организуется поездка в Дагестан. Скорее всего, она и раньше была в графике, просто ее решили несколько переформатировать, и туда добавляют мероприятия. Путин встречается с людьми. Люди рады, приветствуют его, поддерживают его. Такая очень простая и яркая иллюстрация народной поддержки Путина. В национальных республиках поддержка Путина действительно выше, и организовать там такое мероприятие, не опасаясь провокаций или то, что что-то пойдет не по плану, проще. Еще одно мероприятие, в котором принял участие Путин, форум агентства стратегических инициатив. Тот же месседж. Забыли про мятеж, забыли про политические неурядицы, все спокойно, все стабильно, жизнь возвращается в привычное русло. Соответственно, и федеральные каналы практически перестали рассказывать о мятеже. Вот издание агентства посмотрело выпуски новостей федеральных каналов и обнаружило, что там тема мятежа практически исчезла. Как пишет агентство, на первом канале корреспондент так и сказал, и все ж таки мятеж уже события минувших дней. И еще одна информация от моего источника. По его данным, в Кремле решили, что в дальнейшем будут рассказывать о мятеже, как об исключительно коммерческом событии. Что это значит? Ну, нужно делать вид, что никакой политики в этом не было. Это была схватка просто за деньги. Пригожин бился за свои миллиарды, а если кто-то его и поддерживал, то они были банально подкуплены. То есть никакой политики не было. Никакой борьбы за справедливость, как говорит Пригожин, или за власть, как говорят эксперты и журналисты, не было. Это была драка чисто за бабло. Так что, скорее всего, в ближайшее время мятеж будут комментировать уже мало, и приблизительно в таком ключе. Есть первая информация от социологов о том, как россияне оценили произошедшие события. Раньше, согласно опросам, действия Пригожина одобряли аж 58% респондентов, а после мятежа уже 29%. Несколько снизился и рейтинг одобрения Сергея Шойгу с 60% до 48%. А вот рейтинг одобрения президента Путина практически не изменился, утверждает Левада Центр. До мятежа было 82%, в день мятежа 79%, после его окончания 82%. При этом издание «Медуза» со ссылкой на региональных политиков утверждает, что тем в администрации президента на совещании сказали, что рейтинги Путина снизились на 9-14%. Не факт, что эти данные абсолютно адекватно отражают состояние российского общества, но, тем не менее, по первым данным социологов, мы можем судить, что россияне не успели особо сильно испугаться, не успели особо понять, что произошло и не успели разочароваться во власти. В этом смысле можно сказать, что Кремлю удалось пока что справиться с политическими последствиями мятежа. Сам Евгений Пригожин, по данным различных СМИ и телеграм-каналов, в последние дни провел в Санкт-Петербурге, как ни в чем не бывало. Скорее всего, он завершает там дела перед своим отбытием в Беларусь. Но вот любопытную информацию опубликовало издание 47 News. По его данным, на подземной парковке отеля River Palace в Санкт-Петербурге был обнаружен еще один автомобиль с крупной суммой наличности. Этот отель принадлежит Евгению Пригожину. На его подземной парковке был микроавтобус, а в нем 80 коробок по 75 миллионов рублей в каждом. Всего около 6 миллиардов рублей. Напомню, что до этого возле ЧВК Вагнар-центра в Петербурге в день мятежа была обнаружена газель, в которой было 4 миллиарда рублей. Для чего предназначались эти деньги, непонятно, то ли Пригожин готовился вывести их, то ли это была черная касса мятежа. Если бы Пригожин все-таки дошел до Москвы, внутри России ему могли бы понадобиться наличные на подкуп силовиков, на выплаты собственным бойцам, возможно, и на организацию протестов. Пока неизвестной остается судьба медиа-активов Евгения Пригожина. Напомню, что глава ЧВК Вагнар, помимо прочего, контролирует довольно крупный медиахолдинг, главное издание которого Рия Фан. В день мятежа в офисах изданий Пригожина прошли обыски, сейчас эти издания в основном не работают. И как пишет издание The Bell, сейчас для них активно ищут нового владельца. Среди новых возможных владельцев называют холдинг близких к Путину братьев Ковальчуков или холдинг региональных СМИ Виктора Шкулева. Впрочем, последний опроверг эти слухи. Таким образом, что вполне логично, Кремль старается лишить Пригожина возможности политического влияния в России. Еще интересная информация о том, что группа хакеров атаковала сеть крупного провайдера «Дозор Телепорт». И эта группа хакеров заявляет, что она связана с ЧВК «Вагнер». В телеграм-канале хакерской группировки есть пояснение о том, что этот провайдер обслуживает линии электропередач, нефтяные месторождения, воинские части, Минобороны, ФСБ, Пенсионный фонд и многие другие проекты, включая Северный торговый флот и одну из атомных электростанций, и что часть спутниковых терминалов была выведена из строя. Как произносит голос в одном из сообщений в этом телеграм-канале, хакерская группировка связывает себя с ЧВК «Вагнер». Однако насколько это достоверно, сказать пока сложно. В Беларуси Евгений Пригожин и его бойцы, скорее всего, займут заброшенную базу под городом Осиповичи. Ее ЧВК «Вагнер» выделили белорусские власти, и, как говорят аналитики открытых данных, там уже заметны какие-то строительные работы. Российские власти усиленно делают вид, что все в порядке, но западные политики продолжают считать, что мятеж серьезно ослабил позиции Путина. Вот что заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Очевидно, что Путин выходит из этого кризиса более слабым. Но слабый Путин – это и большая опасность. Потому что нам надо очень хорошо понимать последствия. Путин потерял монополию на применение силы, и, бесспорно, нестабильная Россия является большим риском», сказал Боррель перед саммитом лидеров стран ЕС в Брюсселе. Западные страны беспокоятся по поводу того, что в случае серьезной нестабильности конфликта, гражданской войны в России может быть утерян контроль над ядерными арсеналами. Российская пропаганда любит заявлять, что западные страны только и думают о развале России. На самом деле развал России – страшный сон для Европы и Соединенных Штатов. Что ж, выводы можно сделать такие. Конечно, мятеж ослабил Путина, но пока Кремль в целом справляется с политическими последствиями ситуации. Россияне в массе своей не успели особенно испугаться и понять, что происходит, поэтому со стороны общества какой-то угрозы власти не исходит. Главные риски сейчас в армии. Там сохраняется почва для недовольства. Вот почему сюжет Сергеем Суровикиным чрезвычайно важен. Продолжим наблюдать за внешними и внутренними процессами в российской элите, в российской власти и в российском обществе на этом YouTube-канале. Меня зовут Дмитрий Колезев. Подписывайтесь и на этот YouTube-канал, и на Telegram-канал. Ссылка наверху вашего экрана. А еще помогайте этому YouTube-каналу подписками на Бусти и Патреоне. Можно сказать спасибо разовым донатам. Все ссылки в описании этого ролика. Ну и поставьте лайк видео, если оно вам понравилось. Удачи! Берегите себя!